Мой доклад посвящен одному сюжету дефамилизации в советской послевоенной, вернее сказать, оттепельной и постоттепельной фантастики, то есть фантастики 50-х, 70-х годов. В этой фантастике нередко описывается такое коммунистическое будущее, аффирмативное, конечно, то есть это положительный, позитивный образ будущего, в котором дети воспитываются не в семье, не дома, они живут и воспитываются в интернатах, и их воспитывают, соответственно, профессиональные педагоги, и процесс обучения и воспитания в этих интернатах, он такой очень увлекательный, такой очень персональный подход. Каждому ребенку они много путешествуют, какие-то творческие задачи все время решают и так далее. С родителями они встречаются периодически, но с родителями они не живут, и чаще они, соответственно, общаются с учителями. То есть семейного воспитания нет, дети с родителями не живут, соответственно, нет и семьи в традиционном понимании. И женщина в таком обществе, в таком как бы проекте утопическом не считается естественной воспитательницей детей, я цитирую Крупскую, которую я так считала. И не считается также и домашней работницей от природы, а как и мужчина реализует себя, прежде всего, в профессиональной, в творческой сфере. Это только один сюжет дефабилизации, я его только один рассмотрю. Во-первых, времени нет на другие. Хотя можно было взять и другие, например, преодоление института брака, который тоже в фантастике встречается. Но вот этот сюжет «Общественное воспитание детей», он как бы очень артикулированно и ясно выражен в фантастике, его легко зафиксировать, предъявить, о нем легко говорить. В качестве эмпирического материала я использую романы самых известных авторов, пожалуй, советских этого периода. Это Иван Ефремов и братья Стругацкие. Хотя эти сюжеты встречаются не только у них, но как бы наиболее влиятельные фигуры. Я с их творчеством достаточно хорошо знакома, поэтому мне легко говорить, легко делать ответственные высказывания по поводу их. Я люблю фантастику, я ее давно читаю, и эти сюжеты меня всегда удивляли. И мне казалось, что я как child free могу какие-то ресурсы самоадвокации в них найти. Мне это нравилось, как-то было близко. И то, что эти сюжеты предъявляли какой-то вот такой, особенно мне что подкупало всегда в этих романах, что эти сюжеты предъявляли такой утопический горизонт, именно вот как бы ориентацию на будущее, которая вообще всегда в СССР присутствовала. Вот это самое фетишизированное, даже светлое будущее, или можно сказать, что лебединальные ожидания выдвигаются в будущее, что легко отслеживалось и во властной риторике. Ну вот это самое нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, да, и так далее. Ну, сегодня, напротив, напомню то, что вам всем известно, доминирующая аксиология, то есть ценностная, да, как бы матрица, она ретро-топична, то есть опорой является традиция, да, тогда как марксизм, а марксизм, как известно, был такой таким сакральным цитатником и источником советской идеологии, ну, конечно, левые могут сказать, что это был не тот марксизм, да, какой-то догматичный, неправильно, но так или иначе, это был марксизм так или иначе, то есть, по крайней мере, он был основой, да, советской идеологии, а марксизм трактовал традицию как временную веху, поскольку сходил из установки на радикальное становление, и узловая точка марксистского дискурса, это слово развитие, или точнее, если уж именно пользоваться марксистской лексикой, историчность, да, которую мы как бы часто произносим, это слово, а некоторые авторы, которые, ну, сегодня говорят о марксизме, даже говорят о радикальной историчности, которая в философии Маркса присуща, и человек, согласно Марксу, находится в состоянии постоянного обмена с материальным миром, и двигателем этого обмена являются некие внешние силы, а, собственно, вот сама и деятельность человека, производитель, производственная, производительная, или праксис, и вот посредством праксиса человек преображает природу, адаптируя под собственные нужды, и, в свою очередь, вот изменившаяся в результате этой деятельности материальная реальность, она изменяет самого человека, то есть меняет, даже как Маркс говорил, сущность человека, а сущности человека Маркс давал вот такое определение, сущность человека — это совокупность общественных отношений, то есть отношений собственности, форм разделения труда и так далее. Отсюда известная фраза Маркса, такая, знаковая, «Вся история есть не что иное, как беспрерывное изменение человеческой природы». Ну, как бы, да, вот так звучит интересно, но вместе с тем, в докоммунистические эпохи, по Марксу, человек отчужден от продуктов своего труда, ну, то есть он отчужден и подчиненным, подчинен государству, идеологии, религии, деньгам, то есть продуктам своей собственной деятельности. Он не узнает эти продукты как дело рук своих и воспринимает их как костную природу, то есть подчиненным. Ну, вот в этой футурологии, когда Маркс говорит об этом самом развитии, вот в этой футурологии дело идет все-таки скорее к хэппи-энду, потому что этот праксис, эта деятельность, разворачиваясь во времени, ведет к развитию производительных сил, об обчислении средств производства и преодолению учреждения. То есть к коммунизму. Коммунизм – это общественное устройство, при котором человек берет под свой контроль вот эти до ныне неподвластные ему общественные силы и открывает для себя, для человека, для субъекта принципиально новые возможности развития. Я приведу тоже одну из известных цитат Маркса, вот о коммунистическом человеке. Человек не воспроизводит себя в какой-либо одной только определенности, а производит себя во всей своей целостности. Он не стремится оставаться чем-то окончательно установившимся, а находится в абсолютном движении становления. По-моему, очень квирное такое определение. Что же касается темы семьи, то ее марксистское прочтение предъявлено, ну вот как бы, в самой известной книге марксистской про семью. Это книга, конечно же, Энгельса. «Происхождение семьи, частной собственности и государства». И вот в этой книге это самое понятие, одно из главных понятий марксизма – историчность. Она очень яркая, то есть как бы вся книга посвящена тому, что она иллюстрирует понятие историчности на примере истории форм семьи, которые трансформировались в зависимости от характера общественного производства. Начиная от группового брака, идет-идет-идет динамика, идет развитие, и заканчивая современной Энгельсо-буржуазной моногамией. Ну, соответственно, если общественная ситуация изменится, то и формы семьи изменятся, согласно логике самого же Энгельса. Но интересно, что формы семьи будущего Энгельса в этой книжке предсказывать не решается. На самом деле его симпатии лежат целиком на стороне единобрачия, такой супружеской верности, ему это очень нравится, он там как бы полиамурию не может себе представить, это как-то ему претит, но он очень честный мыслитель, и вот он взял такой разгон вот этой процессуальности, он пока все меняется, 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 но он как бы… Ему нравится единобрачие, но он все-таки не может сказать, что вот так будет. Он говорит, мы не знаем, как будет. Он говорит, формы семьи будущего нам неизвестны все-таки. Да, а вот по поводу репродуктивного труда, то есть домашнего труда, и в том числе труда, связанного с уходом и заботой о детях, Энгельс в этой книге отзывается очень определенно. Цитата. «Уход за детьми и их воспитание станет общественным делом». Определенно. Вот, теперь как бы это был такой краткий конспект, очень аннотация с классиков, а теперь вернемся в Советский Союз, и вот мы уже третий день, да, наверное, вспоминаем, не раз уже, вернее, вспоминали о ситуации 20-х годов. Вот вчера лекция была Наде, собственно, об этом, где она говорила также о проекте об обчислении быта и репродуктивного труда. И вот 20-е годы длилась эта дискуссия, и, ну, соответственно, как бы, исходя из правки, что я сделала, да, очевидно, да, что вот эти дискуссии, эксперименты, которые революционизировали семью и сексуальность, они вот как бы очень ясно следовали логике вот этих самых классиков марксизма, то есть логики историчности. Ну, конечно, эту историчность можно трактовать широко, да, очень широко. И тема общественного воспитания детей, она была одной из самых популярных в 20-е годы и раскрывалась таким широким веером позиций. Мы все, конечно, помним взгляды Александры Калантая, но надо сказать, что взгляды Калантая были не самые радикальные. Она ратовала за общественное воспитание детей, с одной стороны, но она, видимо, имела в виду что-то вроде детских садов, потому что, ну, судя из того, что она писала, она подчеркивала, что большевики, они собираются разрушать семью как социальный институт, но намерены лишь создать условия для легкого материнства, то есть за социальную защиту матерей она ратовала, чтобы на долю матерей приходился не тяжелый труд, а только родительские, ну, не только, но больше родительские радости. Ну, в этой дискуссии озвучивались и гораздо более радикальные позиции, собственно, вот с разрушением семьи. Для иллюстрации я приведу цитату из работы экономиста Леонида Сапсовича. Это книга 30-го года о проектировании социалистических городов, то есть книга о том, каким, по мнению этого автора, должен быть социалистический город. Это длинная цитата, но нам нужна, поскольку именно подобная позиция и мотивация потом фантастики советской и послевоенной закрепится. Итак, в проекте Сапсовича дети живут отдельно от родителей, их воспитывают профессиональные педагоги на том, чтобы они жили отдельно от родителей, и Сапсович категорически настаивает. И тут два мотива. Это, с одной стороны, он ссылается на освобождение женщин, но и в большей степени даже на то, что новый человек с новой коллективистской психологией не может появиться как при кустарном интуитивном воспитании, тем более, когда воспитателями являются люди старой закалки. Конечно, в процессе этой дискуссии звучали аргументы, панирующие такой радикальной позиции, что материнское воспитание, ну, собственно, те аргументы, которые мы и сегодня каждый день слышим отовсюду, что материнское воспитание, безусловно, лучше и потому что в силу естественной родительской любви. И вот Сапсович отвечал вот этой цитатой, такой непримиримый, агрессивный конструктивист. Он говорил, вопрос о естественной биологической связи родителей и детей, все эти вопросы выдвигаются преимущественно не рабочими, не работницами, а некоторой частью нашей интеллигенции, пропитанной мелкобуржуазными интеллигентскими предрассудками. Исключительная любовь к своим детям имеет в своей основе, конечно, не столько естественные биологические факторы, сколько факторы социально-экономические. При социалистической организации жизни развьется любовь к детям вообще. Каждая мать будет понимать, что она не может дать своим детям то, что им даст правильно организованное общественное воспитание. Точно так же, как сейчас, каждый предпочитает отдать своего ребенка учиться в школу, а не учит его сама дома, хотя, в общем-то, почему нет. Знаю, что с этим обучением сама справиться не может. И далее. В последнее время московские работницы на ряде фабрик требовали превращения дневных ясли в ночные. Не менее интересно, что такое отношение к этому вопросу высказывают и крестьянки-колхозницы. Они требуют немедленной организации об обществлении приготовления пищи и общественного воспитания детей. Важно отметить, что вот такие взгляды, примерно такие фантастики, такие мотивации, такая аргументация фантастики закрепится, но важно отметить, что в 30-м году это были рассуждения не фантаста, а фактически государственного чиновника. Сапсович работал в госплане, и эта дискуссия происходила в рамках обсуждения первого генерального плана развития народного хозяйства СССР. То есть это обсуждалось не как фантастика, как краткосрочный план. То есть то, что будет завтра, должно быть уже сейчас. Скоро подобные рассуждения сошли на нет. Я не буду останавливаться на том, что такое консервативный откат. Об этом вчера тоже говорилось. И я думаю, что это вам известно. Общественная дискуссия такая широкая завершается. Государство отказывается взять на себя груз домашнего труда, включающего труд ухода за детьми. И синонимом советской эмансипации женщин стало не освобождение от репродуктивного труда, а участие в общественном производстве, плюс повышение уровня социальной защиты. Тогда как домашний труд остался неизменной женской обязанностью. И в 30-е годы далее посредством официальной пропаганды и административно-правового давления в СССР начинают утверждаться в качестве единственной нормальной формы жизни гетеросексуальная, барная, детная, совместно проживающая, долговременная, умирающая в один день семья. Эта ситуация... Ну, в общем, до сих пор она такой остается. В общем, с какими-то, может быть, нюансами, но до сих пор. Причем мать — это вот такая узловая тоже точка фамилиалистского дискурса. Это понятие такое для семьи определяющее, ну, как и хорошая хозяйка. И вот эти означающие — мать, хорошая хозяйка — они активно множились на поверхности официального советского дискурса. И посредством позитивных, негативных, правовых мер стимулировалась детность, много детность позже и так далее. Материнство и материнское воспитание провозглашалось естественным долгом. Такой оксюмарон, да, но тем не менее, естественный, но долг. Женщины перед государством. К тому же государство навязывало семье, в первую очередь, опять же, матери, поскольку она естественная воспитательница, обязательство не только материального обеспечения детей и первичной социализации, но и надлежащей индуктринации. Об этом советская пресса довольно много писала. Вот я как бы журнал «Работница» особенно внимательно читала и не раз встречала такие пассажи о том, что родители, мол, увиливают от своего воспитательного долга, то есть что они не воспитывают детей, как вот ленинцев, коммунистов, перекладывая его на школу. То есть родители, особенно мать, должны были выполнять функции вот такого семейного политрука еще, помимо того, что они должны были одевать, кормить и так далее. Да, иллюстрация этому цитата в левой, для вас левой колонке в таблице, которую вы видите, у меня времени нет ее зачитывать, но я буду так ее периодически возвращать на экран. Вместе с тем я просто такое нотабенно сделаю. Нельзя сказать, что государство категорически отказалось от идеи общественного воспитания детей. Советский официальный дискурс вообще никогда полностью не отказывалось от риторических конструкций революционного периода, ну как-то так или иначе, а также и с общественным воспитанием. Во-первых, роль школы и других воспитательных институтов всегда в Советском Союзе очень важной оставалась, а во-вторых, не исчезла, вот как видите, и тема интернатов, хотя она звучала, конечно, не так шумно, гораздо тише, чем, например, тема детских садов, которые стали действительно таким заметным явлением в масштабах Советского Союза. Организация школы-интернатов наряду с организацией роддомов и детсадов отмечается как важная задача в основах законодательства СССР о браке и семье за 68 год, например. То есть от идеи интернатов никто не отказывался. Но вот имплементация, то есть воплощение в жизнь здесь была, очевидно, скромнее, чем в случае детских садов, но такие попытки, как вы видите, предпринимались. Скорее можно сказать, что произошло после 30-х годов такое приглушение темы общественного воспитания, ее дерадикализации и замирения с фамилиализмом, сейчас идея как бы семьи. Вместе с тем риторика оставалась модернизационной, и власть провозглашала эмансипацию на всех фронтах. Совсем отказаться от темы радикальной модернизации власть не могла, потому что радикальная историчность, абсолютное движение становления, культ изменения, новизны – это учреждающие символы веры для СССР. Вот, например, Алексей Юрчак в своей книге «Это было навсегда, пока не кончилось» говорит о том, что означающие партии Ленин и коммунизм – это такие своего рода синонимы, которые образуют единое господствующее, означающее официального дискурса и вообще означающее советскости. Так вот, я бы добавила, что ломка старого и учреждение всего нового, новая коммунистическая семья, новый человек, новая женщина, ну и примыкающая к новому, конечно, светлое будущее, потому что будущее всегда новое, в этом смысле тоже являются синонимами Ленина, партии, коммунизма, то есть опорными, означающими советскости. Государство упорно провозглашало советскую жизнь как новую жизнь, советскую семью как новую семью. Но в то же время очерчивало сферу эдипальной семьи как вечную и инновации, и нетерпящую. То есть сама властная риторика, дискурсивный раскол демонстрировала, но и более большие куски тоже дискурсивные откололись. Вот эти самые неудобные идеи 20-х годов, которые слишком далеко зашли в жажде новизны, были вытеснены из области общественной дискуссии, в область фантазии, собственно, фантастики. Образовалась такая дискурсивная развилка. Практически в одно время звучали, с одной стороны, дифирамбы с семейным воспитанием, а с другой стороны, вот такой анти-эдип по-советски. То есть практически противоположные. Ну, да, с одной стороны, это официальная пресса, с другой стороны, фантастика, вроде бы что-то несерьезное, но с другой стороны, фантастическую литературу к маргинальной тоже отнести нельзя. К периферийной, да, но маргинальной вряд ли, потому что дефицит легких жанров плюс культ науки в 60-е и 70-е годы придал фантастике просто грандиозную популярность. Я уже не буду останавливаться на том, чтобы это проиллюстрировать. Например, роман «Туманность Андромеды» Ефремова был опубликован впервые в журнале «Техника молодежи», то есть одном из самых популярных журналов, и эти моменты с критикой материнского инстинкта, они были там сохранены, хотя публикация была очень сокращена. То есть текст циркулировал в СССР вполне легально, текст с дефамилизацией, хотя и с ореолом далекого будущего, до которого мы не доживем. Далее, на самом деле, на этом месте мой доклад должен был завершиться, поскольку мне изначальный замысел был такой, вот именно показать, что потенциал женской эмансипации, пусть в едва мерцающих формах, таких компромиссных, очень спорных, но сохранился до конца и в какие-то такие просто боковые зоны сместился. Когда я готовилась к докладу, я стала перечитывать все эти романы, и этот субверсивный потенциал фантастики стал для меня спорным, ну или как бы накопились такие моменты, которые все-таки, я думаю, нужно озвучить. Я не могу так без оговорок сделать вот такой вывод, да, как хотела. Почему? Прежде всего потому, что в этих книгах, о чем мы уже говорим, на третий день нет политического субъекта эмансипации, то есть освобождение женщины наступает как бы само собой. Вот сегодня женщина домашняя хозяйка, а завтра она вот астрофизик. Как этот процесс, непонятно. И вот главные герои женской эмансипации, это вот эти самопроизводительные силы, о которых я вначале говорила, но не женщины. Во-вторых, непонятно, кто есть адресат и адресант самого текста фантастики, то есть и как они его читают. То есть я, например, читаю сейчас как феминистка, и моменты вот эти вижу, которые как бы нагружаешь, наверное, своими какими-то смыслами. А вот как бы если думаться, что хотел сказать писатель, и я думаю, что интенции, ну если, например, взять Ефремова и Стругацких, у них были разные, но равно, на мой взгляд, далекие от феминизма. Если у меня есть еще время, я немножко характеризую каждого автора. Например, Ефремов много и охотно рассуждает о женской эмансипации. Это вот одна из его любимых тем на самом деле. А в его романах много активных женских персонажей. И вот, например, роман «Час БК», он очень уверенно проходит тест Бегдель. При всем при том, они прекрасные специалистки во всех областях, там профессиональная деятельность, при всем при том, я не могу не назвать романа Ефремова литературной репрезентацией доброжелательного сексизма. Женщина Ефремова – это красота, обязательно, интуиция, иррациональная чувствительность, сексуальная привлекательность, которую женщина сознательно может регулировать, привлекая мужчин, то есть она управляет своей сексуальной привлекательностью. Женщины лучше предсказывают будущее, лучше танцуют, лучше танцуют. Там специально есть разговор в одном из романов о том, что в этом обществе вообще нет мужчин-танцоров, потому что только женщины. Мужчины танцуют, да, это же мужчины танцуют. И в любой момент женщины с готовностью и с радостью скидывают одежды в своей прекрасной ноготе, оказываются перед взглядами мужчин, чтобы они оценили их прекрасно. А мужчины чуть не сбрасывают. А мужчины не сбрасывают, ну потому что, ну, да. Женщины не должны воспитывать детей, ну хотя если хотят, они могут воспитывать и своих, и вообще всех детей. Но они должны рожать. Вот одна из героинь романа «Туманность и Дромеды» говорит, что долг каждой женщины с нормальным развитием и наследственностью. Два ребенка не меньше. И я не буду сейчас останавливаться на почему так. Ну, если в двух словах, то ключ к пониманию романов Ефремова – это русский космизм. То есть для него гендерный принцип – это такой вселенский принцип, на котором вообще мир держится, ну, что-то вроде инь-ян. А у Стругацких совсем по-другому, там никакого космизма. Там космос есть, но космизма нет. В отличие от Ефремова, их женская эмансипация вообще не интересует. Потому что Ефремова действительно интересовала, он как бы так вот искренне переживал. А их нет, то есть они просто об этом не говорят вообще. И будущее Стругацких, на самом деле, это обычная позднесоветская патриархатная реальность, в которой Стругацкие жили, они ее как бы вот и описывают. Действуют там герои-мужчины, которые с женщинами ведут себя по-рыцарски или сюсюкают, а иногда и лупят. Да, такой есть, да. Однако общественным воспитанием детей Стругацкие очень озабочены, тщательно его продумывают. Можно сказать, что это вообще их главная тема. Все это долго, я уже не успею. Ну, хорошо, я просто вывод скажу. На мой взгляд, проект общественного, то есть нематеринского, воспитания детей Стругацких мотивирован не идеей женской эмансипации, то есть укрепления женской субъектности, а наоборот, ну, я думаю, что мезогении с полной десубъективацией женщин, потому что вот их мир похож на некую такую мужскую андроцентрическую утопию, которая устраняет иррационально. Потому что у них тоже, как у Ефремова, женщина – это вот какая темная, влажная сущность. Да, да, потому что у него в одном романе буквально в болотах живут женщины. Это весь женская цивилизация, которая размножается партеногенезом, и живет в лесах, управляет зомби. И вот антифеминисты, это роман «Улитка на склоне». Антифеминисты очень любят этот роман приводить как такую метафору феминистской угрозы. Вот как. Помните, Стругацкие написали, вот такие женщины жили в лесах, и управляли зомби, и размножались без мужчин. Вот, да, и, например, в повести «Полдень, 22 век» – это вот их образцовая утопия, есть глава злоумышленники, которая, собственно, описывает эту школу-интернат. Это очень уютная глава, мне очень нравится на самом деле. И вот такой репрезентативный педагогический эпизод… Это учителя всемужчины. Учителя всемужчины и герои всемужчины. То есть, на самом деле, для меня это как бы… Надо вырвать из женского влияния эти галтейки. Да, 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 да. То есть, когда я перечитывала эту главу, я здесь увидела такой как бы гомоэротический эллинский мир, вот такой эллинский манер, где характер пылких вот этих мальчиков воспитывается посредством мудрости вот этого мужчины-учителя и так далее. Вот. Но при всем вышесказанном, я все-таки считаю, что неверно отрицать совсем субверсивный эмансипационный потенциал этих противоречивых произведений. Один из косвенных, но прочных аргументов тут для меня – это неприятие постсоветской критикой именно вот этого момента общественного воспитания детей. То есть, покушение на незыблемость эдипальной семьи. Все найденные мною литературовические тексты вот именно на этом месте раздражаются и спотыкаются. А пусть даже авторы вообще в целом симпатичные им фантасты, но вот эти вот сюжеты, дефамилизация, они как бы всех беспокоят, не нравятся. Говорят, ну вот вроде бы хорошие писатели, но вот про интернаты писали, почему-то это же так нехорошо. И даже вот, например, один критик, я не буду зачитывать цитаты, они у меня есть, но вот, например, один критик-националист, русский националист, он даже такой термин придумал «интернат-традиция». Ну, то есть, потому что не только Стругацкий и Ефремов писали про интернат, другие тоже. Здесь она была традиция. И обвиняет Стругацких даже в таком явлении современном, ужасном, по его мнению, как «ювенальная юстиция». Говорит, вот в чем, значит, корениться, вот писали еще. В итоге я бы предпочла такую формулу. Этот эмансипационный потенциал – это бессознательный эффект текста, может быть, независимый от авторских интенций. И, ну, у меня напросилось определение фантазм, да, что есть фантастика, как не фантазм, да, даже на лингвистическом таком уровне напрашивается. Фантазм – это воображаемый сценарий осуществления желания, сложная машинерия, задействующая механизмы желания и запрета. Вот интересно, что в одном из критических текстов я буквально даже встретила такой термин, как «прельщать». То есть вот эти сюжеты, они прельщают, как бы влекут чем-то, ну, запретным, но, видимо, соблазнительным распредельщаем. В нашем же случае наиболее интересна, на мой взгляд, диалектика темпоральности. Дефамилизация здесь, ну, это тоже с психоаналитическим, как бы, дискурсом. Тут есть несколько рифм интересных, я уже не буду на этом останавливаться. Дефамилизация якобы здесь выдвинута в будущее, да, речь идет о будущем, но это будущее имеет опору не в настоящем. В настоящем эти взгляды ничего не поддерживали, да, как вы видели, они были противоположны. Ну, скорее в прошлом, где вектор эмансипации имел политического субъекта. Писать о будущем с интернатами – это традиция еще с 20-х годов, некая инерция, повторение. Таким образом, перед нами будущее, которое никогда не наступит, потому что оно уже свершилось и длится в форме фантазма. Или, можно сказать, это прошлое, которое постоянно повторяется в будущем. Примерно подобным образом и работает невроз. Далее, поскольку речь идет об общественном, а не об индивидуальном бессознательном, я воспользуюсь рассуждениями Жижика о социальном фантазме. А в книге «Возвышенный объект идеологии» Жижик говорит о фигуре еврея, как фантазматической для фашизма. Это универсальная фигура вины. Подобные фигуры сегодня являются, например, совок для либерала или гомосексуал для консерватора. Фантазмы советского светлого будущего как бы минуют стадию поиска врага, сразу ссылаясь на этот утопический эсхатологический финал. Если нацистский или консервативный проект должны достичь полной идентичности, это цитаты из Жижика, после устранения фигуры врага, еврея или совка, то советское светлое будущее – это резкий скачок в царство полной идентичности, который наступит в силу исторической неотвратимости, повинуясь законам радикальной историчности. Потому что Карфаген должен быть разрушен, а коммунизм должен быть построен. Враг – это фигура настоящего для советского светлого будущего, настоящая не опора. Это, я бы даже сказала, в некотором роде вытесненная, а в некотором напротив симптом. И вот в этом фантазме светлого прошлого, как я его назвала, будущее корреспондирует с прошлым, потому что все главное случится в будущем, а может быть и в прошлом. Собственно, все главное уже случилось – это революция и Ленин. В какой-то момент светлое будущее, светлое прошлое, коммунизм и Ленин становятся неразличимы в этом фантазме. И того заключения. Эмансипационные интенции, которые бродили в литературе как призраки, не имея политического субъекта, не имея, я думаю, автора, были своего рода эффектами, либо навязчивыми повторениями соблазна революции. И если в них есть какой-то освободительный потенциал, то, вероятно, мы можем задействовать его только сейчас, осознав или просто прочитав как таковой. Спасибо за внимание.